Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Да, слышал. А кто это? Ну, он... Ну, я точно не могу сказать. Ну, он пытается всячески подбить народ на всякую ерунду, так сказать. А вот вы знаете же, что он организует? Периодические митинги, акции? Ну, я слышал по новостям. А скажите, вот вы бы приняли участие в такой акт? Я в таких мероприятиях не принимаю участия. А почему? Ну, я считаю, это неправильно. Неправильно, что молодежь подбивает именно это. Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Да. Кто? Политик такой есть. А вы знаете, что он организует акции и митинги? Да. А вы принимали участие? Нет, одногруппник принимал участие. И чем закончилось? Ну, его чуть ОМОН не повязал. А вы почему не принимали? По позиции какой? Да, потому что я за Путина, за Россию. А Навальный, он вообще ходлый, очень человек. Он хочет разрушить наш конституционный строй. Поэтому нельзя верить в его слова. Знаете, кто такой Алексей Навальный? Ну, политика какой-то, что-то такое. Ну, даже не слышали? Нет, слышала, но я не интересовалась им. Ну, а вы знаете, что он проводит акции, митинги? Да. Никогда не принимали участие? Нет. Не собираетесь? Нет. А почему? Мы как-то на митинги не ходим. И вы слышали, кто такой Алексей Навальный? Нет. Никогда? Не. Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Да. Кто его? Ну, он продвигает свою партию. Он хочет оплатироваться президентом, по-моему. Ну, против коррупции, против Дмитрия Медведева выступает. А вы знаете, что он организует митинги, акты? Да, знаю. А вы когда-нибудь принимали в них участие? Нет, но как-то был случай, звали меня друзья, но я решил отказаться. А почему? Ну, в школе продвигают, что это плохо, выходить на несанкционированные митинги. Вот все, наверное. А так мне уже однажды в школе высказывали, то есть проводили беседы, что это нехорошо, неплохо, неправильно. Не знаю почему. Хотя я поддерживаю то, что он против коррупции борется и все. Вот вы знаете, кто такой Алексей Наваль? Конечно, знаем. Это политик. А что вы слышали о нем? Он старается бороться против коррупции в стране, но на самом деле у него не очень это получается. Да, мы слышали про его политику против коррупции, но, опять же, это очень спорная ситуация, потому что если бы он действительно боролся против коррупции, он бы начал вводить какие-то доказательства против Медведева еще давно, а не за год до голосования для избрания нового президента. А скажите, вот вы когда-нибудь принимали участие в акциях Наваль? Нет, я не принимала. Есть такое желание? Нет. Не особо. Я не хочу вмешиваться в политическую жизнь, но я слежу за ней. Вы знаете, кто такой Алексей Наваль? Да. Кто это? Это человек, который баллотируется в президенты. А что о нем слышали еще? Все. Практически ничего. Его политические программы не интересуются. Вы знаете, что он проводит акции, митинги? Да, знаю. Вы когда-нибудь принимали в них участие? Нет. А намерены принимать? Нет. А вы слышали, кто такой Алексей Наваль? Да, конечно. Кто это? Политический деятель такой. По сути, лидер оппозиции российской. Что-нибудь слышали, что он проводит акции, митинги? Ну да. Что-то такое есть. Никогда не принимали участие? Нет, нет. А намерены принять? Ну, пока такой активной политической позиции нет. Но, может быть, потом. Кто такой Алексей Навальный? Слышал. А ну кто это? Ну, он, можно сказать, наверное, политике бьется. А так, изначально, не знаю. Ну, за что он бьется? А, насчет этого я даже не скажу. Я в политику не лезу. Кто такой Алексей Навальный? Навальный слышал. Слышал. Можете напомнить, кто это? Это хореограф какой-то? Нет, это режиссер, правильно? Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Да, слышала. А кто это такой? Политик, деятель, оппозиционер. А что-нибудь слышали о его деятельности, что он проводит митинги, акции? Да, слышала, но в них не участвую. И не планирую? Нет, не планирую. Политика вам интересна? Его нет. А почему? Я поддерживаю наше правительство. Кто такой Алексей Навальный? Да, знаю. Кто это? Ну, это деятель политический, который в данный момент настраивается против Единой России. И пытается настроить в целом общество всей нашей страны на переворот против Единой России. Вы поддерживаете? Нет. Вы знаете что-нибудь о его акциях, митингах? Ну, я наслышан из телевизора и других источников. Ваши знакомые принимали участие в этих акциях? Нет, никто. А вы не планируете? Нет, конечно. Я не считаю его политику рациональной. Я считаю правящую власть, ну, довольно-таки достойной этого. То есть я просто не вижу смысла в изменениях, потому что меня полностью переустраивает политика Единой России, как и всю мою семью. Вот вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Нет. Вы слышали, кто такой Алексей Навальный? Нет, не слышала. Я не местная. Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Да. А кто это? Оппозиционер. Скажите, вот вы знаете, что он проводит акции и митинги? Да. Скажите, кто-то из ваших знакомых участвовал или, может быть, вы в них? Нет. А собираетесь участвовать? Нет. Нет, к сожалению. А вообще, как относитесь к Навальному? Очень скептически. А вот почему? Не знаю. У меня, знаете, очень индифферентные политические взгляды. То есть политика вас не интересует? К сожалению, нет. Я медик, поэтому мне до политики как-то не хватает на политику времени. Вообще, как, ну, типа революционера, можно сказать, у нас Россия. Вообще, можно сказать про него, что это такой человек, который, ну, смог вывести на улицу много людей. То есть в этом плане он, конечно, первый по России. То есть, который организованно. То есть, вот это все устраивал. Но, с другой стороны, я не хочу сказать, что как бы поддерживать его правильно или неправильно. То есть, тут, конечно, двоякий вопрос. Для себя я не могу сказать, что я, конечно, определен, но, то есть, больше, наверное, нет, чем да. Да, но пока не лезу никуда, то есть. Вы слышали что-нибудь об Алексея Навального? Слышали. Кто это? Можно? Оппозиционер. Ну, вот чем он занимается? Ну, я видел его пару выпусков, его блоги. Ну, не особо, Николай просто смотрел пару раз, и все. Ну, вы поддерживаете его деятельность? Нет, не поддерживаю. Вы знаете, что он организует акции, митинги? Да. А кто-нибудь из ваших знакомых, или вы принимали в них участие? Знакомые принимали в Москве. Ну, и вот что они рассказали, какие их впечатления? Никак, забрали их в полицию, и все. Вот и все впечатления.